И от скрепленных подписями проекта сегодняшнего дня к перспективам ближайшего будущего. В Марьиной Горке завершается строительство новой транспортной системы. Это высокоскоростной колесный транспорт, который движется по навесным рельсам. Проект демонстрационный, располагается на территории бывшего танкового полигона, который сейчас больше похож на парк. Именно так видят разработчики дороги будущего без ущерба для экологии. Строительство идет два года, и первые итоги можно будет увидеть уже осенью. С технологиями будущего познакомилась Кристина Страх. От Гомеля до Гродно за час. И это картинка недалекого будущего. Будущее уже наступило. По крайней мере, именно так утверждают разработчики новой транспортной системы. Сейчас строительство завершается в Марьиной Горке. Высокоскоростное передвижение и экологически чистая среда вокруг. Основа концепции. Площадь стройплощадки 36 гектаров. Это пока демонстрационная модель. Эта технология не мешает экологической сущности на данной территории. У нас уже высажено 2,5 гектара садовых деревьев. Облагораживается пруд выкопан, рыба разведена, пчелы у нас свои заведены. Технологии, объясняют авторы, идеи несложные. В основе лежит колесо, оно движется по идеально ровным рельсам. А подвижной состав специальной формы, это, по мнению авторов проекта, должно обеспечить высокую скорость и плавность перемещения. Конструкция может располагаться на разной высоте, от 10 до 100 метров и выше. Это в итоге позволит построить такую дорогу в труднодоступных местах. На испытательном полигоне в Марьиной Горке возводят три трассы. Пассажирскую, грузовую и прогулочную. Вот эта трасса по планам откроется уже осенью. Пока ее протяженность 950 метров, но в следующем году планируется построить еще 15 километров. Именно тогда, по словам разработчиков, состав сможет разогнаться до 500 километров в час. Так называемый юнибус напоминает автобус. Они по расчетам будут двух типов. Подвесные передвигаются на специальных струнах для города и навесные рельсовые междугородние. Первые в теории смогут разогнаться до 150 километров в час, вторые до 600. Сейчас подвижной состав уже собирают на заводе в Минске. Материалы мы используем самые современные для изготовления подвижного состава. Это склавы алюминия высокопрочные для рамы, допустим. В качестве всекления мы высокопрочный поликарбонат используем. Для корпуса, для облицовки использован в частности стеклопластики. Поэтому подвижной состав у нас легкий. В успехе проекта и в самом деле как будто из фильмов разработчики не сомневаются. В теории, по их расчетам, все должно заработать идеально. Что произойдет на практике, узнаем уже этой осенью. Именно тогда запустят первый тестовый состав. Кристина Страх, Анатолий Долотовский, Юрий Тихонович. Агентство теленовостей. 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 Продолжение следует...